Дети в основном попадают в трёх ситуациях. Это дети, от которых мама отказалась в родильном доме, или даже бывает так, что они позже отказываются от своих детей. Это дети, родители которых лишены родительских прав или лишаются в процессе того, как ребёнок помещается к нам в учреждение. И, наконец, это дети из семей в трудной жизненной ситуации, когда родители, бывает, и так по уважительной причине не могут выполнять свои родительские обязанности. В этом случае малыши у нас находятся временно по соглашению нашего учреждения, родителей и органов опеки. Насколько сейчас заполнен детский дом? Ну, заполнен практически на всю свою мощность. Из 150 коек заняты 124. А дети какого возраста, как правило, к вам попадают? В доме ребёнка, как в учреждении здравоохранения, традиционно находятся дети от рождения до 4 лет. Как долго у вас находится ребёнок, который, ну, по-юридически признан, что родителей у него нет? Как вы сказали, ребёнок уже с определённым юридическим статусом находится у нас совсем недолго. Иногда этот период бывает всего лишь 2-3 недели. Он быстро находит новую семью, приёмную семью. А дальше, после усыновления, вы как-то следите за судьбой вот этих детей? Вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что сейчас всё больше придаётся вниманию действительно постинтернатному сопровождению детей в семье. К сожалению, не во всех семьях ребёнок действительно сразу может стать своим. И в этом случае нуждаются некоторые семьи в какой-то определённой реабилитации уже после появления в ней ребёнка. У нас при запросе от родителей мы всегда поможем. У нас есть... мы можем продолжать реабилитационные мероприятия, мы можем дать консультацию психолога, хотя, строго говоря, это в наши полномочия не входит. Но всё-таки вот такая помощь, которая нужна не детям, но родителям она оказывается. Конечно. И детям тоже. Ребёнка же тоже трудно менять место жительства. Вы представляете, он был только что в своей биологической семье. Несколько месяцев он находился у нас, а потом оказался в приёмной семье. Ребёнка бывает очень сложно. Мы недооцениваем иногда те переживания, которые испытывает маленький человечек. То есть мы этого не видим зачастую, да? Конечно. Но они есть. Да. И всё это может, к сожалению, выстроить через много-много лет. И мы не можем предсказать, как даже, да? Конечно. А почему проблемы, почему отказы от детей, повторные отказы реализуются именно в подростковом возрасте? Как ребёнок переживает все эти перипетии своего нежного возраста? Как откладывается это в глубинах психики? Мы можем только догадываться. Есть, конечно, очень серьёзные работы, но пока фундаментальных исследований, но не так уж много. А как вы занимаетесь с детьми? Я знаю, что такие дети есть, у которых действительно серьёзные проблемы со здоровьем. Какие-то особые условия для них создаются? Конечно, особые условия создаются. Мы занимаемся очень серьёзной реабилитацией, или, наверное, даже правильнее сказать, аабилитацией этих детей. Поскольку у этих детей изначально та или иная функция повреждена, мы пытаемся восстановить эту функцию, пытаемся сделать так, чтобы функционал ребёнка был максимальным в его конкретной ситуации. То есть если этот ребёнок действительно имеет такое тяжёлое заболевание, которое не позволит ему, допустим, вести абсолютно жизнь, какую ведут большинство его сверстников, мы должны, тем не менее, всё равно ориентироваться на максимальный потенциал. Он всё равно должен научиться коммуницировать, он всё равно должен научиться себя обслуживать каким-то образом. Понятно, что у всех детей возможности достаточно различные, но, тем не менее, мы пытаемся максимально способствовать этому. Для этого нужна и медицинская реабилитация, которая у нас представлена в очень неплохом объёме. Для этого используются методы педагогической и психологической реабилитации. Одна из эффективных, наверное, моделей – это портаж. Это такое поэтапное формирование как раз навыка коммуникации, навыка функциональной активности. Иногда, когда ребёнок к нам помещён временно или когда этот ребёнок просто обратился к нам за консультацией, мы в команду, вот эту абилитационную команду, естественно, принимаем родителей и делаем на них самую большую ставку, потому что именно обученные родители находятся с ребёнком ежедневно во всех его рутинных мероприятиях. И в первую очередь он сможет научить и помочь ребёнку реализовать все свои возможности. А вот эти дети, они находятся как-то отдельно или вместе со здоровыми детьми? Нет, у нас всегда дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с инвалидностью интегрированы в среду здоровых сверстников. И исключения бывают. Это, как правило, когда ребёнок находится в постоянно таком тяжёлом состоянии, постоянно требует медицинской помощи, по сути, это статус палеотивного больного. В этом случае, ну, допустим, у ребёнка, труднокупирующий судорожный синдром, да, в этом случае ребёнок у нас находится в отдельном помещении. У таких детей у нас буквально один-два вот так вот в постоянном пребывании. А инвалидов около 12 человек, и они все в группах со своими здоровыми сверстниками и прекрасно с ними контактируют. А часто попадают к вам дети, родители которых в правах ограничены? Ну, всё-таки есть у них возможность ещё ребёнка забрать. Это небольшая категория, она есть. К сожалению, вот за мои 6 лет в доме ребёнка я не была свидетелем ни одной такой ситуации, когда родители ограничены в родительских правах. Обычно ограничивают людей с психиатрическими проблемами. Ну, реже, действительно, когда жизненная ситуация сложна, но есть какой-то шанс выбраться маме из своих, допустим, зависимостей. К сожалению, ни разу родители не восстановили в своих правах. Хотя разговоров, попыток, желания были. И я от всей души сочувствую этим родителям, потому что, конечно, потерять ребёнка – это большая травма. Видимо, просто не хватает у людей сил в этом мире и выживать самим, и воспитывать ребёнка. У меня была совершенно замечательная семья, которая была замечательной, потому что они очень любили свою девочку. Они оба были с серьёзными психическими заболеваниями, и мама, и папа. Но при этом у папы полегче было заболевание. При этом я видела, как искренне они относятся к своему ребёнку. Но они были ограничены в родительских правах, а такой ребёнок может быть устроен в приёмную семью. И нашлась приёмная семья, которая готова была, скажем так, учитывать и права вот этих родителей, которые ограничены, но не лишены родительских прав. И да, мы садились за стол переговором с двумя этими семьями. Конечно, можно представить, как тяжело будет этим обеим семьям, как тяжело будет этому ребёнку иметь двух мам и двух пап. Насколько я знаю, не очень гладко ситуация развивается. Ребёнок в приёмной семье, родители, конечно, переживают. Встречи с ребёнком проходят не в том объёме, в котором хотелось бы родным родителям. Но, по крайней мере, связь существует. Но я считаю, что это, наверное, один из самых безболезненных решений этого вопроса. Ну, сложная ситуация. А как вы помогаете родителям, которые, к сожалению, вынуждены в одиночку воспитывать детей, и, может быть, не всегда есть какие-то возможности уделить внимание или купить всё, что нужно этим детям? Ну, у нас есть, как я уже сказала, особая категория детей, которая помещается к нам временно. Как раз в ситуации, когда, как правило, одинокая мама не может действительно по объективным, по уважительным причинам выполнять свои родительские функции. Ну, банальная ситуация, мама, учащаяся техникум, сама сирота, несовершеннолетняя, квартиру даёт после 18 лет, она проживает в общежитии техникум, 10 месяцев ребёнка, она готова продолжать обучение, у неё хорошее внутреннее стержень, у неё правильные приоритеты жизненные. Но вот сейчас ей нужно учиться. Ну, пока в нашей, в Рязанской области ограниченное количество места в яслях, где могут принимать таких маленьких детей, и вот этот ребёнок находится у нас до тех пор, пока мама не закончит своё учебное учреждение и не начнёт работать, и не получит квартиру, то есть пока её жизненная ситуация не выправится. Обычно это происходит срок от 3 месяцев до 1,5-2 лет. Мы, конечно, всё-таки предоставляем эту услугу на достаточно короткий период, от 3 до 6 месяцев для семей со здоровыми детьми, от 6 месяцев до года для мам-одиночек, которые воспитывают детей инвалидов. Потому что достаточно велик поток, и много желающих получить эту помощь. Ну, вот это, я считаю, что очень интересное направление нашей работы, и здесь мы оказали помощь очень многим семьям. И вы знаете, ещё в этой группе у нас находятся малыши, которые какое-то время были у нас на круглосуточном пребывании, а потом родители как-то исправили уже свою жизненную ситуацию, но, допустим, ещё не до конца, то есть, допустим, нужно работать вахтовым методом. В этом случае мы переводим ребёнка на пятидневку, и мы видим, как формируются чувства, которые практически были утеряны, чувства материнские. У нас одна девочка находилась в течение года на круглосуточном пребывании, потом мы всё-таки убедили мать, что надо подойти уже к новому этапу, хотя бы пятидневное пребывание. И вы знаете, через 3 месяца на пятидневке мама, когда приводить начала девочку по понедельникам, она начала целовать её перед прощанием. То есть вот это видно. Раньше этого не было. Конечно, в том-то и дело, что и родители, и дети отвыкают от своих отношений, они теряют эти отношения. Поэтому наша задача вот с этими временными детьми ни в коем случае не допустить вот этого отторжения. Всё-таки сохранить вот эту связь. Сохранить семью – это основное. Поэтому как бы ни было прекрасно приёмная семья, как бы ни было замечательно то, что сейчас практически каждый ребёнок имеет возможность найти свою семью, своих новых родителей, но всё-таки, я считаю, основной нашей задачей – сохранение связи в биологической семье и по возможности восстановления и возрождения этой семьи, если она была действительно в жизни травмирующей ситуации, оказалась. Вот вы сказали, что вы уже 6 лет работаете в этой должности. Я знаю, что вы ещё преподаёте в мед. университете. Вообще, как вам удаётся это всё совмещать? Дети маленькие, тут совсем большие. Большие студенты? Нет, на самом деле преподают я педиатрию, поэтому, конечно, это удаётся совмещать. На самом деле, наше учреждение удивительно. Очень мало в каких регионах дом ребёнка является клинической базой мед. университета. Мы являемся. Поэтому удаётся совмещать. А детки у нас находятся зачастую с разнообразной патологией, поэтому и для студентов это тоже уже такой достаточно значительный клинический опыт. Если уже даже в областной больнице они не всегда могут увидеть рахит или выраженную гипотрофию, то у нас иногда поступают детки с такими запущенными, как мы говорим, элементарно зависимыми состояниями. То есть действительно получают не очень хорошее питание, не получают профилактику того же самого рахита или анемии. И вот такая клиническая, обусловленная нарушением питания, патология налицо. Они могут это увидеть. Но вот морально тяжело работать или нет? Ну, вы знаете, такой вопрос можно задать любой маме, наверное. Тяжело ли вообще растить, воспитывать детей? У вас же всё-таки чужие. Согласна, да. Но для меня, наверное, всё-таки принцип, что чужих детей не бывает. Такое же отношение. Конечно, как и для всех сотрудников нашего учреждения. Это дети наши дети. Я не могу сказать, что они чужие. Судьба каждого из этих детей нас волнует. И, конечно, эмоциональная работа достаточно сложна, потому что действительно воспринимаешь проблемы малыша как личную. У нас даже название «дом», «ребёнка», «дом». Мы живём в доме, поэтому мы, по сути, являемся семьёй для этих детей. И, конечно, эмоциональное вовлечение и, как следствие, эмоциональное выгорание – это да, увы, это есть в подобного рода учреждениях. Мы с этим боремся. Боремся такими интересными методами. Приглашаем специалистов, проводим супервизию. И я думаю, что, в принципе, моральное состояние, эмоциональное состояние коллектива – это очень неплохое. А вот тех средств, которые вы получаете, достаточно для того, чтобы детский дом функционировал в полном объёме? Ну, в общем-то, да, на все нужно. У нас мы финансируемся на основе бюджетной сметы, мы получаем всё необходимое. Но, как я всегда говорю, в доме, где много детей, лишним, ни деньги, ни подарки никогда не бывают. Поэтому мы с радостью привечаем в нашем доме желающих помочь. Мы с радостью… У нас большой, дружный попечительский совет. У нас много друзей-волонтёров, у нас много желающих оказать помощь. Например, последний субботник, который мы проводили, пришло более ста человек-волонтёров. У нас есть несколько в волонтёрских группах, в социальных сетях. Мы с ними общаемся, работаем. Мы очень благодарны этим людям. С ними жизнь нашего домика становится более динамичной, более весёлой. И мы всегда знаем, что нам есть на кого положиться в какой-то сложной ситуации. А как я уже сказала, когда 125 детей живут в домике, эти сложные ситуации возможны. Выпал снег, да, выпал снег. Неожиданно, пока очистит наш дворник на снегоуборщике, уже придут волонтёры с лопатами, быстренько разгребут детские площадки, и мы уже можем гулять. Сложная ситуация, быстренько исправили. Одни бы справились, справились. Но с помощниками лучше. И быстрее. Быстрее, да. Ну вот у нас сейчас есть возможность поздравить ваших сотрудников, что бы вы им хотели пожелать. Ох, моим сотрудникам, конечно, я хочу пожелать, чтобы на работе они получали радость от работы. Больше радости, чем каких-то других эмоций. Я думаю, что так и происходит. Конечно, хочу пожелать, чтобы они были здоровы. Что сто лет – это такой прекрасный круглый юбилей. И все, конечно, должны быть бодры. Я хочу, чтобы мои сотрудники все были просто счастливы. И счастливы в своих семьях. Это была программа «Городские встречи». Напомню, что у нас в гостях был главный врач Рязанского дома ребёнка Елена Шацкая. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова